МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Проинспектируем всех. Ростехнадзор проверит готовность жилфонда к зиме. Спорт в массы. В Ингапуровском открылся новый спортивный комплекс. И храняющее тепло в музейном ресурсном центре заработала экспозиция ямальских мастеров. Итак, отопительный сезон стартовал. На сегодняшний день теплом практически полностью обеспечены объекты образования и здравоохранения. Частично тепло, поданное в жилой фонд. По данным управляющих компаний, на 90% отопление подключено в поселках. Что касается города, то в некоторых домах на Лениной и Советской батареи уже теплые. Как отметили представители городских обслуживающих организаций, для подачи тепла в остальные квартиры понадобится время. Оно необходимо для того, чтобы развоздушить систему. Сейчас управляющие компании активно занимаются этой работой и уверяют, что справятся с ней в самые короткие сроки. К слову, в окружном департаменте энергетики и ЖКХ отмечают, что обычно около 15% всех жалоб, поступающих в ведомство от ямальцев, связаны именно с теплоснабжением. Поэтому специалисты решили напомнить жителям округа, что во время отопительного сезона в квартирах должна держаться регламентированная температура. 18 градусов в обычных комнатах, 20 в угловых и 25 в ванной. Норма не может быть превышена более чем на 4 градуса или занижена сильнее, чем на 3. Перепады допускаются только в ночное время. Колебание температуры днем грозит коммунальщикам административным взысканием. Кроме того, максимально допустимый перерыв подачи отопления – 24 часа в месяц. Единовременная пауза не может при этом быть больше 16 часов. За каждый дополнительный холодный час месячная оплата за отопление у жильцов должна снижаться на 0,15%. Добавлю, обращаться за защитой своих прав ямальцы могут в госжилинспекцию. В округе круглосуточно работает телефон «Горячая линия». Его вы сейчас видите на экране. Кстати, в эти дни городские объекты жизнеобеспечения проверяют на готовность к предстоящей зиме. В частности, администрация сейчас проводит обследование городских котельных, теплосетей и жилого фонда. После того, как муниципалитет проведет свою проверку, в ноябрьске будет работать комиссия Ростехнадзора, которая по итогам инспекции выдаст городу паспорт готовности. Что касается замечаний, то на данном этапе у местных властей серьезных нареканий пока нет. Когда устранят последствия августовского ливня? С таким вопросом в нашу редакцию обратились жители дома 20А по изыскателям. Люди уверяют, что 5 августа, когда в ноябрьске прошел сильный ливень, около их дома разрушилась отмостка и до сих пор ее не восстановили. Мы обратились в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом. Как нас заверили в управдоме, об этих проблемах никто не забыл. Однако в первую очередь все силы обслуживающей организации брошены на то, чтобы отремонтировать крыши, которые также пострадали от серьезного дождя. Как только кровли приведут в порядок, управляющая компания сразу же приступит к ремонту отмосток и другим восстановительным работам. Минувшей ночью сотрудники полиции при попытке прекратить драку едва не пострадали сами. В первом часу ночи сотрудники ППС, патрулируя город, заметили, что на остановочном комплексе Эдем дерутся несколько молодых людей. Стражи порядка потребовали прекратить безобразие и разняли хулиганов. Однако один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, требования полицейских воспринял агрессивно и пытался ударить одного из патрульных ножом. После этого к молодому человеку в соответствии с законом о полиции сотрудниками была примена физическая сила, специальные средства, а затем он доставлен для разбирательства в отдел Министерства внутренних дел по городу Найаврск. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это угроза применения насилия в отношении сотрудника полиции. Ко дню города, дню работников нефтяной и газовой промышленности, компания «Газпромнефть» подготовила для жителей микрорайона Вангапуровский свой очередной подарок – новый спорткомплекс «Зенит». Сегодня фирма-подрядчик завершила все работы и в ближайшее время здесь начнутся первые спортивные баталии и тренировки. Пока в уютном спорткомплексе непривычно тихо. Не слышны ни стук мяча, ни свисток строгого рефери, ни звонкие кричавки болельщиков. Но в Вангапуровском понимают – тишина доживает здесь свои последние деньки. Мы очень рады, что здесь что-то появляется, что здесь открывается этот комплекс наконец-то. У нас маленький ребенок подрастет, будет куда ходить, недалеко тем более от дома, очень удобно. Ну что могу сказать, было очень приятно, детям хорошо, поселок развивается, дома вон новые строят. Ну одним словом, улучшение есть в поселке. Посмотреть на «Зенит» приехал и легендарный для вангапуровского человек – Борис Михайлович Захаров. Это он, будучи руководителем «Заполярнефти» с середины 80-х годов прошлого века, начинал все здесь строить практически с нуля. Веселые, вспоминает ветеран нефтянки были времена. Ну сейчас, думаю, не хуже. Я смотрю, приезжаю, каждый год меня приглашают сюда посетить снова мой любимый поселок. Приезжаю, кое-что делается, но особенно в этом году. Знаете, само по себе открытие в Ингапуровском нового спорткомплекса – событие, конечно, важное. Но намного значимее, что это не единичная разовая акция, а часть большой, планово выстроенной системы «Газпромнефть» по развитию спортивной инфраструктуры в нашем регионе. Это только часть. Мощные комплексы мы сделали, недавно ввели в Ноябрьске. Ровно такой же комплекс. На следующий год должен появиться Муравленко. В Ноябрьске появится Ледовый, уже начались работы. Значит, в Ингапуре также стоит задача, мы построим бассейн. Ведь спорт решает многие социальные задачи – здоровье населения, занятости подрастающего поколения, снижение преступности, воспитание и образование. А значит, развивая спорт сегодня, мы делаем бесценный вклад в наше будущее. Артур Кабаневский, Анатолий Присич, новости нашего города. Ну а после поездки в Ингапуровске Сергей Белкий, Жанна Белоцкая и Павел Крюков посетили целый ряд строящихся спортивных объектов в черте города. Первым делом комиссия проинспектировала возведение нового ледового дворца. Землеустроительные работы здесь уже начались, и в ближайшем будущем 9-й микрорайон украсит самая современная ледовая арена. К слову, она уже получила имя «Авангард». Следующий пункт – стадион в детском парке. Его строительство финансируется за счет средств компании «Газпромнефть». Поле соответствует всем принятым стандартам – от размеров до покрытия. Здесь уже начали установку зрительских трибун, положили искусственный газон, который в теплое время года отлично подходит для игры в футбол, а зимой может превратиться в каток. В ближайшее время здесь установят ворота и сетку ограждения. Предварительный срок сдачи объекта – 15-й год, однако фермоподрядчик рассчитывает закончить возведение стадиона в 14-м. Кроме того, здесь появится многофункциональный крытый спортивный комплекс в три этажа. На третьем этаже центр единоборств вместе с тренажерным залом, на втором этаже АБК-раздевалки, на первом этаже ледоуборная машина и одновременно прокат коньков для массового катания. А вы сможете уже закрыть трехэтажное здание до 15-го года? Нет, потому что до 15-го – это 100%, пока ставили задачу пораньше. Но после Жанны Белотской и Сергей Белкий посетили ряд пришкольных спортивных площадок. Например, возле школы номер 5 работа уже почти закончена. Строители выровняли фундамент будущей игровой зоны. Осталось лишь положить специальное покрытие и установить инвентарь. А вот это видео сегодня попало в нашу редакцию. На кадрах – ликвидация детской площадки. Правда, разбирают ее несколько нестандартным способом. Вернее сказать, игровой комплекс просто сносит при помощи тяжелой техники. Как выяснилось, площадка была ликвидирована, поскольку не соответствовала современным нормам безопасности. Еще в 2012 году городская прокуратура вынесла целый ряд представлений НГДИ по этому вопросу. И вот, наконец, у специалистов дошли руки до выполнения требований надзорного органа. Кстати, если вы считаете, что детская площадка, установленная в вашем дворе, угрожает жизни и здоровью детей, а обращение в управляющую компанию не дает результатов, вы можете смело писать заявление в прокуратуру. В прошлом году, летом, была проведена проверка в соответствии с детских площадок требований безопасности. По результатам проверки, конечно, были выявлены многочисленные нарушения, установленных в норму требований, предъявляемых детским площадкам. По результатам было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Ну и в соответствии с этим представлением, значит, частично были устранены на месте нарушения. Ну, в последующем, как вот оказалось, некоторые детские площадки, собственники, в данном случае, скорее всего, это либо управляющая компания, которая обслуживает эти детские площадки, либо администрация города, решили снести как несоответствующие требования безопасности. И возвращаясь к главной теме минувшей недели – празднованию Дня города, Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В честь праздника компания «Мегафон» открыла для ноябрьцев интерактивный парк спорта и инноваций «Мегазон». Гостей праздника ждали уникальные аттракционы. Все желающие могли сыграть в футбол гигантским мячом, попробовать себя в роли сумоиста, а также покататься на скоростных сигвеях. Для такого масштабного события «Ноябрьск» был выбран не случайно, ведь в нашем городе более 60% жителей – абоненты «Мегафона». К слову, именно в этом году оператор связи празднует десятилетие своей работы в регионе. Парк «Мегазон» как нельзя лучше передал дух компании-организатора, ведь «Мегафон» внедряет инновационные услуги, непрерывно работает над улучшением качества связи в регионе, а также поддерживает громкие спортивные события. В преддверии Олимпиады 2014 в Сочи генеральным партнером, который выступает «Мегафон», каждый житель смог почувствовать атмосферу этого грандиозного события. От лица компании хотелось бы пожелать городу процветания, благополучия, именно благодаря тому, что город является красочным, город является развивающимся, интересным. Компанией «Мегафон» было принято решение привезти сюда «Мегазон», организовать такой праздник спорта, инноваций для всех жителей города Ноябрьска, совместить это все с Днем города и как следует поздравить всех жителей. Экспозиция художников со всего региона открылась в музейном ресурсном центре Ноябрьска. Именитые мастера изобразили великолепие Ямала в графике и кости. В рамках выставки прошел мастер-класс для школьников. Охраняющих тепло, так называется выставка, в сюжете Ирины Ливановой. Магическое тепло Ямала можно прочувствовать в музейном зале. Черно-белая графика художников с Алихарда покоряет и согревает сердца и взрослых, и детей. Хотя выставка только открылась, маленьких гостей предостаточно. Для них устроили мастер-класс. Школьники четвертого класса второй школы с удовольствием попробовали себя в качестве художников. Сначала кажется, что это простые линии, а потом простые линии превращаются в красивый и шикарный рисунок. Главное место на выставке заняли работы художника Андрея Вахрушева. В своем творчестве мастер верен традициям русского авангарда. Особый стиль художника напоминает рисунки граффити, гармоничные сочетающие акт письма с живописью. Граффитист высоко оценил творчество ноябрьских учеников. Когда в руках кисти, уголь или карандаш, все становятся, взрослые становятся детьми, а дети очень быстро взрослеют. Поэтому разницы нет, что со взрослыми, что с детьми. Творческий процесс, он идет у всех одинаковый. Ребята остались довольны как своими работами, так и учителем. Они надеются на признание сверстников, которые смогут увидеть их старания на выставке в стенах второй школы. Помимо графических работ на выставке «Хранящее тепло», также можно познакомиться со скульптурами из кости. Настоящие шедевры мелкой пластики – дело рук мастера Сергея Лагунина. Тематика «Север Ямал» выражена в образах людей и мифологических персонажей, сюжетах с глубоким содержанием. Экспозиция в МРЦ открыта до 31 октября. Ирина Ливанова, Анатолий Присич, новости нашего города. Это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. АЗС Газпромнефть. Надежный ориентир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова